друзья всем привет с вами роман чернецов на канале крым онлайн с романом и сегодня мы с вами сделаем очень быструю прогулочку по городу евпатория и посмотрим как он живет в эти дни как что происходит возле моря 10 марта погнали сюжет а вот и трамвайное кольцо друзья это самый древний трамвай который был один из первых а ну а а а и и и Продолжение следует... 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 В Ефпаторе такое огромное количество красивых котов и кошек, видите как красавица, или красавица, Кисюнечка, красавица. В Ефте, в Киеве, в Киеве, в Киеве. В данном месте у нас уже вырисовываются очертания набережной Терешковой, новой совершенно. Вот такая красота здесь. Скорее всего, будет открыта она в честь 10-й годовщины Крымской весны. Пока что, друзья, проход еще и проезд запрещен, но скоро будет открыта для всех. Здесь мы с вами проходим храм святого пророка Ильи. Построен в 1918 году написано. Посмотрите, сколько кошек здесь, друзья. Их просто огромное количество. Кошки-кошки-кошки-кошки. Конечно, здесь очень красиво. Ну, еще один. Привет. Мне очень нравится архитектура старого города в Евпатории. Только что я вам показал эту часть, этот кусочек. можно подглянуть вот здесь, ребята, посмотрите, какая красота здесь на входе. Optimу оченьving. Псюня Europe Псюня упалася. А здесь нам привели в порядок всё. Помните какая была здесь грязь в моё последнее посещение? Сейчас покажу вам кадры и что теперь. Буквально у каждой лавочки, вот смотрите вам реальный пример. На какую лавочку не посмотри, вот такой трындец. Как сейчас выглядит всё. Всё вскопано, всё убрано, грязи нет. Немножко люди свинничают конечно, от этого никуда не денешься. На набережной Терешково теперь будет много детских зон. Вон там выставили детские аттракционы, там качели, всякие горки. Поэтому детям будет, я так думаю, комфортно находиться на этой набережной. Вообще преображается и в Патуре становится чище, на мой взгляд. Деревья все побелены, красивенько, аккуратненько. Проходим православный собор. Вложили асфальт, просто красота. Такие зеркальные здесь, наверное туалеты, я так думаю, может быть кафешки, что-нибудь, ну наверно два в одном, скорее всего. Красиво получилось набережную, не знаю, бесспорно, будет очень круто. Везде газон. Забор, конечно, тут уберется сейчас и будет идеально. Это уже конец набережной, ребят. Я вам показал начало, серединку и конец. Вот люди здесь живут. Представьте, как им тут красиво теперь будет. не то, что было последние шесть лет или пять. Столько чаек там на лунах сидит. Это теперь такие острова для чаек. Красивый балкончик. Да, такие улочки, знаете, старенькие-старенькие. Здесь и дома такие же соответственно. В данном месте, друзья, поставили какую-то красивую композицию. Сейчас с задней стороны на нее посмотрим. Потому что с той стороны через забор лезть нельзя. какие-то пацаны сидят. Смотрите, как интересно. Я там не увижу, если честно. Но очень интересно. Направляюсь к улице Симферопольской. Если точнее к троллейбусному кольцу. Я там оставил машинку. Сегодня нагулялся уже с вами. Симферопольской. 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 Как видите, по улицам, которые идут к набережной, мы сделали дорожки. Ну, точнее не дорожки, а проезжую часть. Это пляжная улица. Или переулок пляжный. Как-то так. Ну, а здесь я уже выхожу к трамвайному кольцу. Кто катался? Ребята, рассказывайте, как вам понравилось или нет. Я смотрю, сегодня многие приезжали. Здесь оставляли машины. И поехал с семьей кататься. Спасибо, друзья, что смотрели сегодня этот небольшой ролик. Всем вам удачи. Всем пока. С вами был Роман. До встречи. Ну и, конечно, не забывайте ставить большие пальцы вверх. Лайки очень нужны. Лайки очень важны. Еще раз всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok